Кто мусорит, люди или квадратные метры? Этот вопрос вот уже несколько месяцев будоражит жителей тех регионов, где новый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами рассчитывается, исходя из площади жилья. Нижегородская область в их числе. Тариф для индивидуальных жилых домов вычисляется по количеству прописанных, а вот для многоквартирных как раз с квадратного метра. Такая арифметика многим непонятна. Я считаю, что надо платить с человека, так честнее. А почему? Ну, потому что, может быть, бабушка осталась квартирой трехкомнатной, 72 квадрата, и что она будет платить за 72 квадрата, а си три человека будет там жить. Совсем другая стоимость. Сколько человек живет, столько и производит мусора, отходов. А с квадратного метра нет. Мусорят люди, а не метры. Считать такую позицию однозначно и по мнению ДГХ нельзя. Как рассказал Сергей Лобанов, в Нижегородском Минэкологии вопрос обсуждали долго и пришли к выводу, правильнее за мусор платить все-таки с метра. Метр тоже производят, так как по новым требованиям твердые коммунальные отходы включают и так называемый крупногабаритный мусор, который раньше был, и отдельной строкой шел. И понятно, что и отходы от ремонта, и, естественно, затраты, связанные с ремонтом, одно дело ремонтировать маленькую квартиру, да, это одно количество мусора, другое дело ремонтировать большое количество. Здесь уже квадратные метры играют роль. К тому же, как оказалось, за вывоз мусора мы традиционно платили с метра. Просто тариф был частью статьи «Содержание и ремонт жилья», поэтому особого внимания не привлекал. Острый вопрос о том, кто же все-таки производит мусор, стал лишь когда обращения с твердыми коммунальными отходами вынесли в отдельную строку. У нас все годы именно за вывоз мусора, это было в «Содержание и ремонт жилья», да, стоял, именно было от квадратных метров. И для того, чтобы все оставили, как было раньше. Впрочем, далеко не все осталось, как раньше. Платить за вывоз мусора с нового года мы стали почти в два с половиной раза больше. Тариф складывается из затрат регионального оператора на сбор мусора, доставку его до полигона и тарифа самого полигона. Эту общую сумму, объявленную оператором, просто поделили на метры в конкретном регионе. Если пересчитать цифру на людей, кто-то, безусловно, останется в плюсе. А вот кому-то платить придется ощутимо больше, потому что общая стоимость работы регоператора не изменится. Вы справедливости здесь не найдете, потому что завтра придет многодетная семья и скажет, мы платили 200 рублей, а сейчас мы будем полторы тысячи платить. И вот тут скрывается главный вопрос. Может быть логично платить не с метра и не с человека, а за фактически вывезенный мусор. Именно эту тему подняли в обсуждении депутаты. Когда тариф прозрачен, то и лишних споров не будет. В Госдуме уже разрабатывается вопрос о снижении тарифов и условиях раздельного сбора мусора. И предлагается больше уделять такому варианту, когда по фактически вывезенному мусору должны рассчитываться тарифы. На сегодняшний день данных о том, какой объем мусора вывозит и утилизирует регоператор, ни у кого нет. Отсюда и все вопросы по поводу размера тарифа на обращение с ТКО. Саровские депутаты решили пригласить представителя оператора на одно из заседаний комитетов. У меня есть ощущение, что сегодня большая фикса весь этот тариф, что реального количества мусора, того, который прописан по нормативной войне, нет и не вывозится. Как лады. По сути, это, знаете, как говорил товарищ Остап Бендер, я знаю 400 способов сравнительно честного объема денег у населения. Вот это один из тех 400 способов. Также народные избранники решили обратиться в Нижегородский совет муниципальных образований, чтобы понять, как изменится тариф в регионе, если пересчитать его с квадратных метров на людей. Получив конкретные цифры, депутаты вновь вернутся к обсуждению вопросов обращения с ТКО. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.